Апокалипсис. Миф или наше будущее? Ответ на этот вопрос люди ищут столетиями. Ученые следят за глобальными изменениями климата. Мудрецы изучают священные писания. Особо любопытные обращаются к шаманам. Где же разгадка этой тайны? Мы нашли несколько знамений, которые точно вас шокируют. Пакистан. Провинция Белуджистан. Среди бескрайней пустыни спрятано одно из самых священных мест суфиев. Суфизм – это аскетическо-мистическое направление в исламе. По легендам суфиев, именно здесь появилось человечество. В этом месте, по преданию, Адам искал благословения. Тут медитировали святые, и корабль Ноя был тут. Местные говорят, что якорь Ноева ковчега зацепился за одну из скал пустыни. Мы в том самом месте, где, по легенде, Ной прицепил ковчег. Именно за эту скалу. Но главная мистическая святыня спрятана в нескольких сотнях метров в этой пещере. Это место пророчества. Суфии рассказывают легенду про святой камень, который покажет, когда исчезнет человечество. Когда этот камень коснется потолка скального, все, Армагеддон – конец света. Этот паломник посещает пещеру уже 30 лет. И воочию наблюдает, как камень увеличивается. Когда я пришел сюда впервые, камень был чуть выше, где сейчас моя рука. Сейчас до потолка не более 30-40 сантиметров. Быть может, камень прав, и человечеству действительно остались считанные годы. Будет ли дальше расти камень? Известно только Аллаху. На все его воля. Апокалипсис предрекают и в христианстве. Об этом подробно рассказано в книге «Откровения» Иоанна Богослова. Апостол говорит, что человечество пройдет сквозь страшные муки. Вера и любовь ослабнут, будет процветать беззаконие и начнутся страшные бедствия. Люди встретятся с четырьмя всадниками апокалипсиса. Чумой, войной, голодом и смертью. Череда эпидемии действительно не заканчивается. Эбола, свиной и птичий грипп, коронавирус уже унесли жизни от 6 до 20 миллионов человек. Бойны начинаются одна за другой. Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Украина. Более 40 вооруженных конфликтов за последние 20 лет. Агрессия России остановила экспорт зерна. Эксперты убеждены, что это повлечет голод во всем мире. Есть еще один очень важный знак конца света. Иоанн Богослов убежден. Перед катастрофой на Земле появятся люди, считающие себя новым Иисусом Христом. Муцео Матаёши, Япония. Виссарион, Россия. Мария Дэви Христос, Украина. Инри Христу, Бразилия, считается одним из самых известных пророков в наши дни. По его словам, в 1979 году в Чили, во время поста, мужчина услышал голос Бога и узнал, что он его сын. С тех пор Инри начал ездить по миру с проповедями. Ядерная война неизбежна. Она положит конец хаотичному миру. Людям надо обратиться к Богу за закрытыми дверями. Как я научил всех 2000 лет назад. Спасет только искренняя вера. Кто же Инри? Пророк или обманщик? Ведь если предсказания апостола Иоанна верны, апокалипсис может быть неотвратимо близок. Китай. А вот у буддистов своя версия конца света. Они считают, что мир исчезнет по причине непостоянства и старения. Но перед этим родится новый Будда. Будда будущего. Майтрея. Один день жизни Будды равен нескольким годам земной жизни. Так что, судя по всему, Майтрея придет на землю очень скоро. Никто не знает, когда он появится, но точно представляет, как он будет выглядеть. В его честь еще в 8 веке в провинции Сычуань наши предки вручную высекли в скале огромную статую. Голова вровень с горой, а ноги упираются в реку. Будда из Лишаня. Один из самых загадочных монументов планеты. Его высота 71 метр, глаза и нос 5 метров и даже ноготь больше человеческого роста. Создавали Будду 90 лет 20 тысяч рабочих. По легендам, когда придет Майтрея, уменьшатся океаны, чтобы он мог без труда их пересекать. Возрастающее количество несчастий заставляет все больше людей приходить к Будде из Лишаня. Мы все ждем прихода нового Будды, а сюда пришли, чтобы успокоить душу и сердце. Буддисты верят, что Майтрея появится на горе Фаньцзиньшань. На горе расположено два храма, которым ведут 8888 ступеней. Храмы Будды настоящего, Шакьямуни и будущего, Майтреи. Буддисты часами карабкаются на гору, чтобы получить прощение и очиститься от грехов. Считается, что приход Майтреи станет золотым веком. Утраченная справедливость будет восстановлена, а люди станут более просветленными. Будда может быть в каждом человеке, и в тебе, и во мне. Главное – раскрыть себя и понять. Будда появится как обычный человек. Быть может, он уже среди нас. Будд верят, что если Майтрея уже на земле, то значит старый мир скоро будет уничтожен. Буддисты верят, что появится мир новый. В нем каждый будет вести святую жизнь и избавиться от низких желаний и страстей. Но каким будет этот переход на высший уровень? И сколько людей познают новую жизнь? Только будущее раскроет эти секреты. Даже я пока не знаю. Суфии, христиане и буддисты находят множество подтверждений Апокалипсиса. И все эти знаки не могут быть просто случайностью. Апокалипсис действительно может стать нашей реальностью. Но так ли это? Покажет только время. Продолжение следует...